Здравствуйте, я Пэри Стоун, и это программа «Фестиваль Маны». Мы выходим в эфир из нашей студии в Кливленде, и я очень рад, что мы живем именно в это время. Я знаю, что это время весьма негативное и страшное, и именно о нем говорил Иисус и апостолы. Но также оно очень интересное, потому что мы знаем, к чему все идет. Мы получаем множество вопросов от наших зрителей со всего мира о времени, в которое мы живем, и что мы о нем думаем. Поэтому мы решили выпустить серию пророческих программ. На этой неделе мы представим вам замечательную программу, которую мы сняли в Израиле. Я просмотрел сотни наших видеозаписей и решил, что именно эти программы нужно показать в это время. Надеюсь, они вам понравятся. В конце программы оставайтесь с нами, потому что я расскажу о наших планах, а также мы представим вам нашу новую продукцию, которая сейчас важна для вас и для нас также. Поэтому сядьте поудобнее, расслабьтесь и уделите мне примерно 25 или 26 минут. Поехали. Добро пожаловать на фестиваль Манны, который ведет международный евангелист, учитель и автор Пэрри Стоун. У вас есть уникальная возможность узнать пророческие и практические истины. Пора насладиться свежей Манной, поэтому готовьтесь получить благословение и ободрение. Итак, встречайте вашего ведущего и учителя Пэрри Стоуна. Добро пожаловать на фестиваль Манны из прекрасного отеля «Олиф-3» в Иерусалиме. На прошлой неделе мы начали с вами первую часть новой серии, а сегодня я хотел бы перейти ко второй. Мы говорим о коде апокалипсиса, пытаемся взломать его и понять книгу Откровения. Я знаю, что за последние годы множество учений было сделано на основании этой книги, и, честно говоря, есть множество мнений, но в нашей программе мы рассмотрим эту тему под другим углом. Я расскажу вам о символизме, который использован в апокалиптической литературе, а именно в книге Даниила и Откровениях. Почему Бог использовал символизм? Когда я был еще молодым проповедником и исследовал книгу Даниила и Откровения, то спрашивал Господа, «Почему ты говоришь символами?» Нельзя было сказать все попроще. Вы должны понять, что в то время, когда была написана книга Откровений, пророк видел такие вещи, которые еще не существовали, и чтобы дать детальное объяснение тому, что произойдет и появится только в будущем, но не существовало тогда, они использовали символизм. Давайте и поговорим об этом сегодня. Прежде всего, хочу рассказать вам о том, как Бог говорил в прошлом. В книге Бытие 22 главе, когда Бог говорил, Он использовал земные и небесные элементы, чтобы открыть истину. Он сказал Аврааму, «Твое семя будет как звезды небесные и как песок морской». Ничто из этого нельзя сосчитать, но звезды — это небесный элемент, а песок — земной. Бог говорил, что у него будет земное семя, то есть израильский народ, а также у него будет небесное семя, то есть те, кто вошли в Искупительный Завет через Иисуса Христа. Вот еще один пример того, как говорил Бог. Бытие 41 глава. Бог начинает использовать символизм для тех вещей, которые людям были незнакомы. Во сне фараона Бог использовал пшеницу и скот, две вещи, с которыми египтяне были хорошо знакомы. И затем он дал Иосифу толкование этого сна. Третий пример — это Даниила, 7 глава. Бог использует символизм, а точнее различных животных, в пророческом смысле. Честно говоря, это довольно странный отрывок в плане пророчества. Когда Даниил говорил о различных силах, которые будут существовать, то в 7 главе он рассказывал о льве с крыльями орла, говорил о медведе, держащем во рту три ребра, и о леопарде с четырьмя крыльями на спине. И, конечно же, здесь он не говорит о настоящем льве, настоящем медведе и настоящем леопарде. Это все символизм. Этот символизм очень интересен. Если вы будете изучать историю тех дней, то поймете, почему он использовал именно такие символы. Например, львы с крыльями, у них даже есть особое название, использовались для охраны дворцов в Вавилоне. Конечно же, не настоящие львы, а выгравированные фигуры. Такая страна, как Персия, была известна в те дни своими большими и свирепыми медведями. И, конечно же, леопард символизировал Александра Македонского. Вот как говорит Бог. Он использует то, с чем люди знакомы, и превращает это в символы. Он использует черты и характеристики животных и создает апокалиптический символизм. Он использует земные и небесные вещи и даже космические знаки, чтобы говорить с людьми в форме библейского символизма. Давайте пойдем далее. В книге Откровений, эта книга называется Откровение, многие называют ее книгой Откровения. Я часто это слышал. Но здесь не Откровение во множественном числе, а Откровение — единственное число. То есть это одно Откровение, состоящее из 22 глав. Когда Иоанн писал его, то в нем не было глав и разделения на стихи. Это было одно непрерывное Откровение, которое началось с Откровения об Иисусе Христе в первой главе и продолжалось до 22 главы, где говорится о создании нового неба и новой земли и о пришествии нового Иерусалима к людям. Читая книгу Откровений, видно, что в ней присутствует завуалированный символизм. Но вам нужно понять одну очень важную вещь о символизме. Библейский символизм всегда толкует сам себя. И перед тем, как перейти к этому, позвольте поделиться с вами тем, что есть в моих заметках. Как появилось то, что мы называем апокалиптическим символизмом, и что мы подразумеваем под апокалиптическим символизмом или соответствующими пророчествами? Это скрытые вещи, которые касаются последнего времени. Две довольно сильные книги Библии, книга Даниила из Ветхого Завета и книга Откровения из Нового Завета, говорят о том, что мы называем концом времени. Кстати, в книге Даниила фразы «конец времени» используются пять раз. В этих местах говорится о временах, когда человеческое правительство на Земле будет совершать определенные действия перед возвращением Мессии на Землю, когда Он установит Своё Царство. Об этом также говорится в 14 главе Захарии и в 19 главе Откровения, а также и во многих других местах. В книге Откровения широко используется индивидуальный символизм. Например, Агнец во многих случаях символизирует Христа, а змей символизирует Сатану. Дракон — это слово, которое используется в Откровении, символизируя Сатану. Это слово греческого происхождения и означает оно «остроглазый змей», змей с очень острым зрением и способностью видеть многое. Это символы, которые используются в Библии. И мы снова зададим себе вопрос, почему Бог говорит с символами. Мы знаем, что Он использует сны, об этом говорится в книге Даниила. Мы знаем, что Он использует видения, об этом говорится в Откровении 1 главе, и до 22 главы. Иоанн получил это видение на острове Патнос. Из Библии мы знаем, что Он также использует ангелов. Ангелы приносят кары и слова с небес. Они приносят апокалиптические послания. Обо всем этом написано в книге Даниила. Итак, у Бога есть различные способы, чтобы доносить людям информацию, а особенно пророкам, когда Он хочет объявить им то, что произойдет в конце времени или в последнее время. Давайте продолжим и поговорим о символизме, который используется, например, в книге Даниила. Одно из самых интересных учений, которое мы когда-либо готовили, это учение на основании 2 главы Даниила, где у царя Навуходоносора было то удивительное видение об истукане из металла. Мы говорили об этом во многих выпусках фестиваля Манны. Голова была золотой, грудь и руки серебряными, бедра медными, ноги железными, а ниже колени ноги были из смеси железа и глины. И стопы были из той же смеси, а пальцы на ногах были из гончарной глины и железа. Когда я был молодым служителем, меня постоянно мучил вопрос, почему Бог выбрал эти металлы. Мы знаем, что в Вавилоне было очень много золота, но позже я узнал, что модионитяне и персы, символом которых выступали серебряные руки и грудь, использовали серебро для сбора налогов. Налоги в их стране платились серебром. Даже сбруя на лошадях у некоторых персов была серебряной. Медь была символом Греции и Александра Македонского, потому что на войне греки пользовались медным оружием. Рим был царством железа. Железные колесницы, железные копья, железные мечи. А ближе к концу времени появляется смесь железа и гончарной глины. Мы не будем говорить об этом сегодня, поскольку в 2012 году мы сделали серию учений по книге Даниила на различных наших конференциях. Может, некоторые из вас даже побывали на этих замечательных конференциях. Но я хочу поговорить об этом еще минутку. Интересно, что когда Бог дал Новохудоносору этот сон об истукане, который из золотого постепенно превращается в железного и глиняного, в 8 веке был греческий поэт, который увидел, что человечество будет поделено на пять периодов золотой, серебряный, бронзовый и железный. В других произведениях, которые были написаны задолго до появления книги Даниила, мировая духовная история была поделена на золотой, серебряный, стальной и железный периоды, которые, как считают ученые, будут происходить от периода Откровения до периода отступничества. Давайте перейдем к книге Откровения и поговорим о том символизме, который используется в ней. В Откровении 1 главе 12 стихе есть символ золотого подсвечника, который называется золотым канзелябром. Прочитав эту книгу, мы понимаем, что он символизирует семь церквей, о которых говорится во 2 и 3 главах Откровения. Также символизм присутствует в 16 стихе 1 главы, а именно семь звезд в правой руке Христа. Мы знаем, что это пасторы и посланники тех семи церквей, которые упоминаются в этих главах, и которые находились в семи городах того времени. В Откровении 5 главе мы читаем об Агнце с семью глазами и семью рогами. Агнец символизирует Христа, рога символизирует его власть, а глаза символизируют то, что его глаза взирают на всю землю. А также сегодня мы знаем, что на земле есть семь континентов. В Откровении 12 главе есть дракон с семью головами и десятью рогами. Мы уже знаем, перевод слова «дракон» с греческого языка. Это змей. И поэтому он символизирует никого иного, как сатану. В Откровении 12 главе в первом и втором стихах говорится о женщине на небесах, которая рожает. Это символизирует народ Израиля и сравнивается со сном Иосифа, записанным в бытии. В Откровении 17 главе женщина едет на звери с семью головами и десятью рогами. Это религиозные системы, которые возникнут в последнее время. А теперь послушайте меня внимательно, потому что я хочу сказать о символизме, что это очень и очень важно. В апокалипсисе, как в книге Даниила, так и в Откровении, Библия сама толкует себя. Это означает, что символизм можно найти в Писании. Вам не нужно гадать, не нужно ничего выдумывать. Библия сама истолкует свои символы. Например, Христа называют Агнцем, потому что он олицетворение пасхального Агнца из 12 главы Исхода, и он был распят на Пасху. В Евангелии от Иоанна он называется Агнцем Божиим, который понес грехи всего мира. Сатана — это змей. Почему? Потому что в 3 главе Бытия Сатана пришел в Эдемский сад и скусил Адама и Еву, и они согрешили. Блудница символизирует ложную религию. Почему? Потому что в Ветхом Завете, когда Израиль впадал в грех, Бог говорил, что они совершили духовные прелюбодеяния и блуд. К примеру, об этом говорится в книге Иезекииля, где Иезекииль упрекает Израиль в неверности Богу. Если вы откроете Откровение и посмотрите на символы, то вы обязательно увидите, что Библия сама толкует значение каждого символа. И самое интересное, что символ не меняется на протяжении всего Писания. То же касается и чисел в Библии. Если посмотреть на числа из Библии, то три всегда символизировало единство. Отец, Сын и Дух Святой, Вера, Надежда и Любовь, Внешний Двор, Святой и Святой Святых, Дух, Душа и Тело. И его значение не меняется во всей Библии. Число четыре. Четыре стороны света или север, запад, юг, восток. Четыре направления на компасе, четыре реки, проистекающие из Эдемского сада, четыре Евангелия, которые рассказывают о земном служении Иисуса Христа. Суть в том, что значение чисел остается неизменным во всей Библии. Человек был создан на шестой день. Шесть — это число человека или человечества во всей Библии до 13 главы Откровения, где говорится о начертании зверя, число которого — три шестерки. Итак, значение чисел в Библии остается неизменным, а библейские символы всегда толкуют сами себя. Зачем же Бог все скрывает? Это серьезный вопрос, на который нужно найти ответ. Зачем Богу что-то скрывать? Или лучше сказать, зачем Он скрывает информацию об апокалипсисе под различными символами, а не скажет все просто и понятно. Ответ можно найти в притчах 25 главе 2 стихе. Слава Божией облекать тайное дело, а слава царей и следовать делу. Даниил говорит, он изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Амос говорит, ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Свои тайны рабам Своим пророкам. Итак, зачем Он это скрывает? Послушайте внимательно историю, которую я сейчас вам расскажу, поскольку она очень интересная. Несколько лет назад у меня была возможность съездить в Рим. И основываясь на том, что сказал Иоанн в 17 главе Откровения о тайне Вавилона, я знал, что женщина символизировала религиозную систему, которая правит во многих странах мира. Во времена Иоанна Рим или Римская империя правила всем миром. И я понял, что в этом пророчестве был намек на Рим. Будучи там в отеле, я размышлял, почему же Иоанн на острове Патмос не написал прямо, что речь идет о Риме и что однажды Рим будет разрушен. Я начал размышлять над этим, и Дух Святой сказал мне, Иоанн был политзаключенным на острове Патмос. Иоанн лишился бы жизни, если бы сказал что-то негативное о Риме. Если бы Иоанн вышел из острова Патмос, книга Откровения, в которой было бы написано, что однажды Рим будет уничтожен, я думаю, что римские власти никогда бы не выпустили его с того острова. Я думаю, что римские власти отобрали бы у него эту рукопись и сожгли ее, и тогда книга Откровения никогда бы не смогла покинуть тот остров, никогда бы не была прочитана и растиражирована для церкви. Поэтому важно понять, что Бог завуалировал понимание будущих событий, как на примере стайной Вавилона, используя символ блудницы верхом на звере. Представьте, что римляне захотели взглянуть на рукопись Иоанна. Если бы римские власти открыли ее и увидели там дракона в небе и беременную женщину, и зверя с десятью рогами, то они сказали бы, «Этот парень слишком долго пробыл на острове, выпустите его отсюда». Поэтому я считаю, что Бог использовал символизм в книге Откровения, чтобы скрыть ее смысл от римских властей и тем самым сохранить ее. Иными словами, используя символизм, Бог фактически защитил книгу Откровения от римлян, которые сожгли бы ее, уничтожили бы. И у нас никогда не было бы этой последней книги Библии и последней книги Нового Завета, которая называется «Книга Откровения» или «Апокалипсис». Итак, тема нашей сегодняшней программы, которую мы снимаем прямо в Иерусалиме, это «Книга Откровения» и зачем Бог использует символизм и какова его цель. Я считаю, что, во-первых, Он хотел скрыть значение от римских правителей, чтобы защитить книгу. Во-вторых, Бог использовал символы, с которыми люди в то время были знакомы. Сегодня мы можем не понимать весь тот символизм, который использовался в древности. Пожалуйста, запомните то, что Бог давал людям символы, с которыми они были знакомы. Приведу вам несколько примеров. Если бы я сказал «орел», то что он символизирует? На ум мгновенно приходят Соединенные Штаты Америки. Если бы я сказал «лев», то какую страну он символизирует? Многие сразу же скажут, что это Великобритания. А если бы я сказал «медведь», то многие, или по крайней мере те, кто постарше, сразу же подумают о России или о бывшем Советском Союзе. Если бы я спросил, какую страну представляет звезда Давида, то вы бы тут же сказали «Израиль». А если бы я спросил, что символизирует большой красный дракон, то если бы вы знали историю и были бы в курсе событий, то вы сказали бы, что это Китай. И вы правы, во всех случаях. Вот это и есть символизм, с которым мы знакомы и знаем, что все эти символы есть в тех странах. В то время, когда Иоанн писал Книгу Откровения, Бог Всемогущий использовал символизм, с которым люди того времени были хорошо знакомы. Когда вы начнете изучать Книгу Откровения, вот что вы увидите. Бог использовал космические символы. В прошлом я уже учил об этом. И многие люди неправильно понимают, что здесь имеется в виду. Но хочу вам напомнить, что именно Бог создал Солнце и все звезды, а не сатана. И согласно Книге Бытие, Солнце и звезды были созданы для знамени и времен. Это не означает, что вы поклоняете звездам. Писание запрещает астрологию и подобные вещи, но давайте не будем забывать и о хороших понятиях. Вот что я имею в виду. В Библии используется образ дракона, который находится в небе, и пытается поглотить женщину еще до рождения ребенка. На небе есть созвездие под названием Дракон или Драко. Он находится посреди других созвездий. На небе его взгляд устремлен на Деву. Подумайте об этом. А также в книге Откровения мы читаем о женщине, которая рожает. На небе есть созвездие под названием Дева или Девственница. Также на небе есть созвездие Овна, а в книге Откровения написано об Агнце с двумя рогами. В 12 главе Откровения говорится о драконе, чей хвост увлек с неба третью часть звезд и поверк их на землю. На небе есть созвездие в виде змеи под названием Гидра. И угадайте, что? От головы до кончика хвоста она занимает третью часть неба. Что я хочу этим сказать? Я хочу сказать лишь то, что Бог использует символизм в книге Откровения, особенно в 12 главе, который можно назвать космическим символизмом. Этот космический символизм помогал людям того времени понять написанное, потому что в те дни люди были лучше знакомы с космическим символизмом, чем мы сегодня. В те дни они использовали солнце и звезды в качестве календаря и с их помощью устанавливали праздничные дни и хорошо разбирались во всем этом. Кометы означали опасность, падающие звезды имели свое значение. Об этом писали даже древние иудейские раввины. Сегодня все это утратило свое значение и оккультизм присвоил звездам новое значение. Мы, как верующие, не должны этого допускать. Мы должны вернуть все, как было. Разве не Иосифу приснился сон, в котором солнце, луна и звезды склонялись перед ним? А его отец сказал, «Это мы с твоей матерью и твои братья». Иными словами, небесные созвездия, или так называемые 12 созвездий зодиака, символизируют различные колена Израиля. У меня нет сейчас на это времени, но могло бы получиться просто замечательное учение. Давайте вернемся к символизму. Третья причина, почему Бог использует пророческий символизм, по моему мнению, это Святой Дух. То есть, человеку нужно полагаться на Святого Духа, чтобы получить правильное истолкование того, что он читает. А вот местописание, которое это подтверждает. Второе послание Петра, первая глава. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии и человеки, будучи движимы Духом Святым». Второе послание Тимофею. «Все Писание Бога духовновенно и полезно». Евангелие от Иоанна, 16 глава. «И будущее возвестит вам». А также в Евангелии от Иоанна, 16 главе написано, что Дух Святой наставит вас на всякую истину. Помните, в книге Даниила написано, что когда царю приснил Сосо, то его мудрецы не могли его объяснить. Это смог сделать только человек, в котором был Дух Божий. И четвертая и последняя причина для использования символизма, например, в книге Даниила, это утаить значение до конца времен. В 12 главе Даниила он пишет, запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножат с ведением. Книга должна оставаться запечатанной до последнего времени. А я считаю, что когда мы приблизимся к последнему времени, то поймем, как Евангелие может распространиться по всему миру, как может появиться начертание или отметина, которое будет по всему миру, а также как город может быть разрушен за один час. У вас есть сложные вопросы по поводу пророчества о конце времен? Если это так, то вы сможете найти сотни ответов в новом и современном учении Перри Стоуна «Взлом апокалиптического кода». Вы увидите и услышите, как Перри отвечает на сложные и спорные вопросы на простом языке. Это новое и современное учение состоит из семи дисков. Оно было собрано после того, как он изучал Библию на протяжении очень долгого периода времени. Он глубоко изучал древнееврейскую культуру, слова и историю, чтобы представить вам это могущественное учение. В этом учении дается ясное толкование 22 главам книги Откровения. Благодаря цветным реквизитам и фотографиям, видеосъемкам из Израиля, картам и специальным чертежам, вы увидите и услышите сведения, которые отправят вас в будущее. Вы узнаете все, начиная с восхищения церкви, заканчивая нисхождением нового Иерусалима с неба на землю в конце тысячелетнего царствия Христа. Эти диски включают в себя следующие темы. Первый диск раскрывает тайну апокалиптического кода и небесного храма. Второй диск исследует животных и людей, окружающих небесный престол и рассказывает о священстве и начале скорби. Третий диск раскрывает тайну двух свидетелей и следует судилища великого дракона и царства зверя. Четвертый диск рассказывает об исламском антихристе и лже-пророке, а также об империи зверя. Пятый диск четко объясняет суть числа зверя 666 рассказывает о таинственной блуднице и о вавилонской тайне. Шестой диск включает в себя проповедь из Израиля о тысячелетнем царстве Христа в Иерусалиме под названием «Тысячелетний код». Седьмой диск дает пророчество о вашем вечном будущем, когда сатана будет скован и небеса спустятся на землю. Заказав этот комплект, вы также получите личные записи Пэри с этих учений, которые были собраны в учебный конспект, состоящий из 100 страниц. Для заказа серии DVD-дисков, взлом апокалиптического кода и учебного конспекта позвоните по телефону, который вы видите на экране, или зайдите на наш сайт. Также вы можете написать нам по адресу, который указан на экране, и запросить подарочное предложение AC95. Доставка и обработка товара включены в стоимость. Учитесь часами с Перри Стоуном, одним из самых признанных проповедников Америки, и будьте в центре событий благодаря этому динамичному учению. Мы с нетерпением ждем услышать от вас ваших отзывов. Заказывайте специальное предложение сегодня. Я надеюсь, что эта программа «Почему Бог говорит символами» просветила вас. Много лет назад я был в Риме с группой служителей и размышлял над тем, почему Бог поместил в книгу Откровения столько символов, почему он не мог написать все попроще. Многие ученые считают, что тайна Вавилона, о которой говорится в 17 и 18 главах Откровения, это Рим. В те дни Рим правил всем миром. А если бы в своей книге Иоанн открыто предсказал падение Рима, то эта книга никогда бы не покинула пределы острова. Когда я помолился об этом, Господь начал работать с моим сердцем и показывать мне, что символизм используется, чтобы скрыть все от мира. А в притчах Библия нас учит, что мы должны с усердием исследовать делом. Поэтому все, что написано в книге Даниила, в книге Откровения или в Апокалипсисе, необходимо исследовать. Писание нужно сравнивать с Писанием. Библия говорит, что это не должно быть личным толкованием. Вы не должны смотреть на какое-то место и говорить, что вам в голову взбредет. Символы Библии толкуют сами себя. Стихи из Ветхого Завета связаны с новым. Книга Откровения ссылается на Ветхий Завет много раз и на видение многих ветхозаветных пророков. Эту книгу нужно изучать, именно поэтому мы предоставили вам этот материал. Также хочу рассказать вам о тех местах, где я буду служить. Давайте быстро посмотрим на расписание. 6 октября. Церковь Маранафа в Монт-Бель-Вью, штат Техас. Я там никогда раньше не был и с нетерпением жду этого события. Также нас ждет большое событие в Мега-центре. Это главное событие этой осени. С 8 по 12 октября, со вторника по субботу, вас ожидают 9 служений при участии Марка Каста, Томми Бейтса и Тони Скотта. Это замечательные спикеры. Также ко мне присоединится Рэнди Колвелл. В четверг, пятницу и субботу у нас будет проходить фестиваль осени, так что вы получите двойное благословение. Если хотите побывать там, то зайдите на наш веб-сайт и узнаете всю необходимую информацию. Также я буду служить в церкви Троица в Паудер Спрингс с пятницы по воскресенье, с 18 по 20 октября. Если вы хотите присоединиться к нам в Паудер Спрингс, милости просим. Также напоминаю, что каждый четверг мы собираемся в молитвенном амбаре. С восьми вечера до десяти мы в прямом эфире. Молимся за ваши нужды и за пробуждение по всей стране. Субтитры создавал DimaTorzok